Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Лену Забарсиитова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. На прямой линии президент. Сегодня Владимир Путин пообщался с россиянами в формате живого диалога. Вопросов поступило рекордное количество. Почти 2,5 миллиона. О том, что волнует россиян, репортаж Султаниеси Такаевой. Первый по актуальности и в сценарии прямой линии вопрос о вакцинации от коронавируса. Четыре варианта препарата на выбор доступны каждому россиянину. Свыше 23 миллионов человек уже привились. Сам президент выбрал спутник ВИИ. Побочных эффектов не испытал. После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось в месте укола небольшая. Чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся 36,6. Все. Крымчане активно присоединяются к прививочной кампании. В день до 10 тысяч человек разворачивают дополнительные пункты вакцинации. Теперь их уже 127. Начали работу мобильные бригады на набережных курортных городов. Для формирования коллективного иммунитета в Крыму нужно привить более 900 тысяч человек. В данном мобильном пункте прививается от 250 до 300 человек ежесуточно. Вакцинация остается единственным надежным способом защиты от коронавируса. Поэтому еще раз хочу призвать всех наших земляков, всех наших крымчан приходить в поликлиники. Эксклюзивно крымский и в то же время общий вопрос безопасности российских границ. Инцидент в акватории Черного моря с британским эсминцем «Дефендер» президент назвал очередной провокацией. Если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Не думаю, что мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите. Но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море. Прозвучал и вопрос, касающийся взаимоотношений с соседним государством. Отсылка к скандальному решению Зеленского лишить россиян, живущих на Украине, статуса коренного народа. Владимир Путин дипломатичен в оценке уже традиционной вспышки агрессии соседа. Украинцы и русские – один народ. Солидарны с мнением и крымские украинцы. Владимир Владимирович также неоднократно говорил, что у нас общая история. И несмотря на все проблемы, которые у нас сегодня есть, надеемся, что будет и будущее совместное. Я уверена, что пройдет 10-15, может быть 20 лет, и мы обязательно будем вместе. Поэтому нам стоит запастись терпением и, как говорится, надеяться на светлое будущее. Не обошли стороной вопрос скачка цен на продукты. Но это мировая тенденция, отмечают в Кремле. Проблема в дефиците внутреннего производства. Цены могут снизиться, для этого нужен щедрый урожай. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а как правило, из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее оттуда. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Инициативу Владимира Путина о прямых линиях с гражданами для глав регионов поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Он с виртуальным миром на «ты», ведь традиционно входит в число самых цитируемых губернаторов в стране. В Крыму проводится работа по налаживанию такого диалога. Мой рабочий день начинается с просмотра сообщений, поступивших на мои страницы в социальных сетях. По результатам рассмотрения вопросов, затронутых в обращениях, я или мои помощники обязательно отзваниваются заявителям. Многие проблемы решаются сразу в ручном режиме. В Крыму выявили случай заболевания британским и индийским штаммами коронавируса. Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Кроме того, за последнюю неделю в регионе на треть выросла смертность от ковида. С начала пандемии в республике погибло больше полутора тысяч человек, увеличилась и заболеваемость вне больничными пневмониями. В структуре заболевших возраста смещаются на более молодое поколение. На сегодняшний день самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 лет, 30-49 лет и поражено работоспособное население. Ковид молодеет. Крымчане стали чаще игнорировать второй этап вакцинации. Власти усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора. А в районах, не соблюдающих ковид-режим, будут вводить жесткие меры вплоть до локдауна. Это, опять же, это ударит и по бизнесу, и так далее, все вместе. Но мы уже говорили о том, что жизнь дороже, поэтому если бизнес хочет, пожалуйста, давайте работать, давайте слышать друг друга. Надо, знаете, проводить вот такие встречи, например, бизнес, который хочет плясать, и друзей, знакомых, которые работают в медицинских организациях. Вот они им пусть расскажут, как это, допустим, нормально или ненормально. Поэтому я прошу просто всех помнить, что если вы будете думать только о себе, никогда мы ничего там не победим. Надо думать, в том числе и о своих близких, соответственно, и о том, как ваши действия влияют на общую эпид-обстановку. 199 человек выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 294 пациентов. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили более 48 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 43 тысяч человек. За сутки скончались 7 за весь период 1505. Продолжается иммунизация населения. 351 тысяча доз вакцин от ковида поставлено на сегодняшний день в Крым. В регионе работает 127 пунктов вакцинации, 57 выездных бригад, а также мобильные пункты в общественных местах. На территории Республики сохраняется масочный режим. Проводятся рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер. Массовая вакцинация в Крыму набирает обороты. Студенты, учителя, госслужащие, военные на добровольной основе прививаются от коронавируса и работники общепита. Общее дело ради общего здоровья. Подробнее в нашем следующем репортаже. Василий Жестков работает операционным директором крупной сети общепита «Пятый год». Понимает, большое количество непривитых сотрудников скажется на сфере его деятельности губительно. Мы поняли, что нужно как можно быстрее начать массово вакцинироваться. Поговорили с нашими сотрудниками, все пришли к своему действию, что чем быстрее мы это все вместе сделаем, тем быстрее снимут ограничения. В Крыму количество новых подтвержденных случаев коронавируса с каждым днем увеличивается. Единственная надежная защита – прививка. Поэтому повар Кирилл Калашников тоже решил вакцинироваться. Я пришел к этому добровольно, потому что лучше искоренить эту болезнь на стадии ее развития, чем давать ей прогресс. За время пандемии в Республике Крым зафиксировали больше 48 тысяч случаев коронавируса. Не удалось спасти почти полторы тысячи заболевших. Вакцина способна остановить пандемию. Вакцина «Гам-Ковид» – это двухкомпонентная вакцина, которая проводится с интервалом 21 день. То есть первый – это и второй через 21 день. Пациент, который делает эту вакцину, значит, рассказывается, что в течение трех дней возможно какие будут последствия. То есть, возможно, там какое-то недомогание, там температурка. Что нельзя делать в эти дни? То есть не употреблять алкоголь, физические нагрузки. Нельзя там чесать, мыть и все проще. Это как любая другая вакцина. И все, человек живет дальше своей полноценной жизнью. Вакцинация проходит прямо на рабочем месте, но при этом соблюдены все требования Роспотребнадзора. Врачи работают строго по инструкции. Обязательный осмотр сотрудников. И только после укол. Вакцинация – это единственный механизм, нам с вами не скатиться в ад прошлого года, в тотальный локдаун, закрытие учреждений. А учитывая, какую степень осложнений дает новый штамп этого вируса, я думаю, ситуация будет намного хуже. Поэтому и главой Республики Крым, и министрам здравоохранения были поставлены задачи о максимальных увеличениях темпа вакцинации. У руководителей крымских кафе и ресторанов есть возможность пригласить медиков прямо на свои предприятия. Вакцинация сотрудников занимает минимум времени, без отрыва от производства. София Шукурова, Эсма Кадырова, Эльвина Баталова, Алимсий Далиев, телеканал Миллет. Лесник из Ялты в день наводнения спас из водного плена 11 горожан. Ему пишут десятки благодарственных писем, приносят домой сувениры и называют героем. А он себя таковым не считает, скромно заявляя, так поступил бы каждый мужчина. Со спасателем-самоучкой пообщался Тарас Брезицкий. 30 тысяч просмотров за пару дней в фокусе «Пальма». Но это не кадр из фильма «Спасатели Малибу». Час жизни случайно. Запечатленный на гаджет заставил Мурада Бурзиева проснуться знаменитым. Вот она, та самая «Пальма», которая благодаря вирусному видео стала узнаваемой. Но она в этой истории сыграла, по сути, лишь роль декорации. По-настоящему спасительным оказался вот этот забор. Именно к нему был повязан трос. А вот там, чуть дальше располагается островок спасения. Крохотный участок суши, который в обычные дни тротуар. На размышления нет времени. Через реку десяток людей. Многие из них – пенсионеры. Людям не рекомендовало никуда идти дальше. Люди мимо шли. Просто по своим делам, просто как зайцы застреляли на острове. Поэтому мне кличку дали «Спасенный дед Мазай». Бороде еще я был тогда. Борода исчезла позже. Это подарок матери. Жители дома на Киевской и просто случайные прохожие вмиг оказались отрезанными от безопасного места. Спасатель-самоучка не считал, сколько людей достал из природного капкана. К тому самому тросу он обращается как к живому человеку, называя коллегой. Господи, дай ему Бог здоровья. Побежал, взял трос и бегом к ней. За него это сделали позже. 11 человек, как зайцы из мультфильма, на сильном плече были транспортированы на сушу. С одной стороны бурлящий поток, потом вот такой маленький островок и с другой стороны. И вот я один перешла, а другой не могу, с ног сшибает. Мужчина – непрофессиональный спасатель. Тогда возникает вопрос, откуда навыки? Я мужчина, вот это подготовка. У меня хорошие учителя были. Отец покойный. Он людей сужили спасал, он врач. Старший брат у меня очень суровый. В хорошем смысле этого слова. Впрочем, в этих словах есть доля скромности, присущая герою. Он профессиональный егерь, поэтому знает, что такое дикая природа. Помимо работы, долгое время занимался и восточными единоборствами. Но не они принесли ему всеобщую славу. Десятки благодарственных писем, приветствия на улице и прочие спутники популярности. Теперь это новые атрибуты жизни смельчака из Ялты. Первая прислала жена, как-то в эфире. Ты ли чоли? Ну, не видел ее. Ну, похоже, я, да. Ну, как-то так необычно. Ну, у нас он вообще такой вечный герой. Славой, которой могло и не быть, скромный герой обязан соседке. Из окна женщины во двор, ставшие плацдармом, битвы за жизнь. Открывается вид, словно со съемочного крана. Еще одна героиня дня потопа по обратную сторону объектива. Гораздо смелее главного действующего лица в оценках его подвига. Герой, конечно, герой. Молодец, молодой, вот видите, не говорят, что наша молодежь уже не так ушла. Нет, есть вот она молодежь. Еще одно проявление скромности. Ялтинец говорит, что всего лишь спасал машину от потопа. Позже переключился на людей. Но поступок спасателя Аматора не остался без внимания и городской власти. В администрации его уже пообещали примировать. Еще одна награда будет передана ялтинскому Мазаю от уполномоченного по правам человека в Крыму. Но не ради наград. Мурат Бурзиев нырял в бурлящий поток. Мужчина с большой буквы даже не отвечает на вопрос. Повторил бы поступок еще раз. За него говорят сильные руки, в которых коллега Трос всегда на готове. Тарас Бресицкий, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет, Ялта. Розовой мечтой перестало быть голубое топливо для жителей села Хуторок Сакского района. Здесь торжественно запустили газ. Стоимость всех работ 13 миллионов рублей. О том, как газовые трубы изменили жизнь деревни, расскажет Гузель Мамбетова. Ставим на новый газ. Ну, все горит, сейчас будет уже кипеть, будем пить чай. Удобно и быстро. В село Хуторок Сакского района, наконец, провели газ. Раньше Виктор Леонов отапливал дом дровами и углем. А чтобы приготовить еду, приходилось покупать газовые баллоны. За сезон 4. Но теперь это все уже в прошлом. Газ уже дали. Все хорошо, спасибо всем. Все сделали, ремонты сделали, подготовили. Все, будем рады. Для жителей села сегодня большой праздник. По традиции, под аплодисменты здесь зажигают факел. Для того, чтобы голубое топливо пришло в село Хуторок, был построен газопровод длиной более 4 километров. Всего здесь 79 домовладений. Пока газ есть только в пяти домах. В остальных ведутся подготовительные работы. В числе тех, кому в ближайшее время проведут газ к дому, семья Вилеляевых. Договор уже заключен. А значит, можно забыть обо всех хлопотах. Вот в таких условиях мы храним уголь и дрова. Но, слава богу, мы дождались газа. Теперь, надеюсь, мы зиму проведем в тепле. Вопрос о газификации села местные жители подняли еще пять лет назад. Их просьбы услышали. Сакский район газифицирован на 82%. Неподключенными остаются 15 сел, которые включены в государственную программу газификации населенных пунктов Республики Крым. По плану, в следующем году газ проведут в соседнее с Хуторком село Витино. Вторая сложность – это наши климатические условия. Строился он как и летом, так и осенью. Вторая сложность была – это местные грунты. Здесь часто выход породы. Здесь скала выходит близко к поверхности. Все закончено, все опробовано, все испытано. Общий уровень газификации в Крыму достиг 77%. Программы две у нас есть, как обычно. Это республиканская адресная района и программа ФЦП. ФЦП находится сейчас у нас в 12 объектов. Это межпоселковый газопровод. Это приличные деньги, там несколько миллиардов рублей у нас до 2022 года. Газовая паутина окутывает все больше районов Крыма. До конца года долгожданный газ появится еще в 18 населенных пунктах. Гузель Мобетова и Дмитрий Низовой. Телеканал «Милет», Сакский район. Лучшие караулы патриотического проекта «Вахта памяти поколений» пост номер один отметили в Симферополе. Награждение прошло в Музее боевой славы Центра детского и юношеского творчества с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Победителям вручили памятные знаки и дипломы. Памяти – это надежный, устойчивый мост между прошлым, настоящим и будущим, который обеспечивает устойчивую связь между поколениями и памятью на все времена. Из 529 школ республики участие в региональном проекте приняли более 300. Специально созданная комиссия, в которую вошли и герои России, выбирала лучших из образовательных учреждений по итогам конкурса. В Симферополе одержала победу школа номер 40. 7 тысяч участников по всей республике в ходе весенней вахты памяти приняли участие. И это не предел. Я уверен, что положительный опыт, эмоции ребят производят впечатление на других ребят, и они захотят в этом участвовать, уговорят своих педагогов, учителей, школы, и все будут вовлечены. Тактильные индикаторы, пандусы – специально оборудованные помещения для маломобильных и незрячих. Доступность среды в одном из торговых центров крымской столицы проверила рабочая группа Общественного совета Симферополя. Лиля Ислямова расскажет подробнее. Вход в один из торговых центров Симферополя с двух сторон оборудован пандусами и лестницами с тактильными индикаторами. Это наземные указатели для незрячих и слабовидящих людей. По линии Назаренко такие осязательные подсказки на улицах и в общественных помещениях помогают передвигаться. У нас перед школой на Павленко, первая школа-интернат, у нас положили плитку, вот этот переход перед школой, положили плитку поблизости к переходу, и это весьма удобно. Плюс сделали светофор мигающий, чтобы машины, проезжая, обращали внимание и останавливались. Если человеку нужна помощь, служба охраны вызывает администратора, который помогает незрячему или слабовидящему пройти по зданию. А для тех, кто может обходиться без посторонней помощи, предусмотрены специальные поручни на каждом этаже, санузлы и лифты. Широкий дверной проем и вместительная кабина, в которой предусмотрены специальные поручни и установлено большое зеркало. Удобное расположение кнопок и надежность конструкции. Все для комфортного перемещения людей в инвалидных креслах или колясках. Мария Щербакова говорит, ситуация с доступностью меняется к лучшему. Она стала чаще посещать торговые центры. Я очень рада. Мне нравится, потому что больше возможностей есть куда-нибудь выезжать и не бояться, что я там упаду или что-нибудь еще. Задача рабочей группы совета – проверить, насколько общественное пространство доступно для маломобильных людей. Мы привлекли людей с ограниченными возможностями по разным категориям. Мы видим, что в республике Крым и в городе Симферополе есть ряд рекомендаций, которые необходимы мнению именно этих людей, которые сталкиваются ежедневно с этими проблемами. Благодаря данной рабочей группе с рекомендациями людей, которые ежедневно сталкиваются с этими вопросами, к тому комфортному пребыванию и комфортному передвижению. В этой связи в течение года будем заниматься этим вопросом и мониторингом. Пандусы – звуковые сигнализаторы на дорогах, а в общественных местах – тактильные планы эвакуации и не только. Важно, чтобы территории и пространства в городе были доступны каждому. Прием пациентов, бесконечные уколы и капельницы. 16 лет в медицине. С первых дней пандемии она работает в красной зоне. Сувадей Чакирова – медсестра приемного отделения Симферопольской клинической больницы. Почему выбрала именно эту профессию, расскажет Севиля Меметова. Снимайте опыт, нажимайте, сигарайте грудную клеточку. Будем делать на крыльеванку, а потом будем оформлять вашу документацию. Без нервов, в спокойной обстановке. Очередной пациент с подозрением на COVID-19. Медсестра прикрепляет электроды. Прибор обрабатывает данные, выводит результат на монитор, а затем печатает на бумажной ленте. Несколько минут и пациент идет оформляться. В начале дня у нас подготовка, пересменка. Сдаем дежурство, приезжает скорая, начинаем оформлять пациента. В свободное время занимаемся документацией, пересматриваем все наши препараты. Сувадей Чакирова – медсестра приемного отделения Симферопольской клинической больницы, в нынешних реалиях ставшей ковидным госпиталем. Работает здесь уже 16 лет. Первые семь в отделении реанимации. После перевелась в приемный покой. За красной чертой, где жизнь борется со смертью сентября прошлого года. Не все медики морально готовы работать за красной чертой. Сувадей Чакирову маски, перчатки, сизы и красная зона не пугает. Она одна из тех, кто решительно стремится в бой. Не только с госпитализацией поможет, но и морально поддержит больного. Ее оптимизм вдохновляет и коллег, и пациентов. Поток новых зараженных непрерывен. Все больше болеет молодых людей. С каждым разом все сложнее и сложнее. Пациенты поступают очень тяжелые. Хочется пожелать пациентам, чтобы они как-то берегли свое здоровье. И чтобы мы боролись, наверное, всем миром с COVID-19. В детстве медицину для нее выбрали родители. Сегодня помощь пациентам для Сувадей Чакировой не только профессия, но и образ жизни. Муж постоянно удивлялся, как можно работать 24 часа. Но в связи с нашей нынешней проблемой он поначалу был против. Он сказал, что я не хочу, чтобы моя жена работала. Мне нужна жена с детьми. Но потом как-то так получилось, и он начал понимать, что нужно все-таки людям помогать. Очень много было пациентов, очень много было, которые просили помощи. Сувадей Чакирова ценит любовь и заботу своей семьи. Супруг каждый раз встречает ее со смены. Сегодня приехал вместе с семилетней дочерью. А дома ждет маленький сын. Внимания, заботы и любви нашей героини хватает и родным, и пациентам. Севелия Меметова, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова